Термин 14. Капитализм. У капитализма огромное количество определений. Давайте несколько из них перечислим, потом остановимся на каком-нибудь одном. В марксизме капитализм это общественная экономическая формация, которая основана на частной собственности, на средства производства и эксплуатации человека человеком или наемного труда капиталом. Капитализм сменяет феодализм и предшествует коммунизму или социализму как первой фазе коммунизма. Другое определение. Капитализм это современная базирующаяся на рынке экономическая система производства товаров, контролируемая капиталом, то есть стоимостью используемой для найма рабочих. Другое определение. Капитализм это экономическая система, в которой средства производства принадлежат частным собственникам. Предприятия производят товары для рынка, управляемого спросом и предложением. Экономисты говорят о капитализме как системе свободного рынка, управляемого конкуренцией. Но капитализм в таком идеальном смысле нельзя нигде в мире отыскать. Нет его. Экономическая система, действующая в западных странах, является смесью свободной конкуренции и правительственного контроля. То есть современный капитализм рассматривается как комбинация частного предпринимательства и государственного контроля. Таким образом, капитализм это экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главный критерий для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала и получению прибыли. Понятие капитализм, конечно же, это экономическая абстракция. В ней выделены характерные черты экономики на определенном этапе ее развития и при этом отброшены менее значимые. Так, современный капитализм Ленин в ряде своих работ определял как империализм, а империализм есть высшая стадия капитализма, после которой он должен просто смениться другой социально-экономической формацией. Реальная экономика конкретных стран, как я уже ранее сказал, никогда не основывалась только на частной собственности и не представляла полной свободы предпринимательства. Всегда в той или иной мере присутствуют несвойственные капитализму черты. Это и сословные привилегии, и государственная собственность, и ограничения на владение имуществом, в том числе и ограничения на размеры недвижимости, и таможенные барьеры, и антимонопольные правила и так далее. Часть в них являются наследием предыдущих эпох, а часть следствием самого развитого капитализма, то есть империализма. А империализм по большей части это финансовый капитализм. Термин капитализм, если брать его этимологию, появился одновременно в трех языках, в немецком, английском и французском, при том в начале 19 века, когда слово капитал и капиталист долгое время широко использовались. Так, слово капиталист это осколок жаргона спекулянтов на первых европейских биржах. В аксфордском словаре английского языка отмечается, что слово капиталист впервые появилось только в 1722 году. Во Франции чаще используется слово буржуа. Слово капитализм в современном значении появилось в начале во Франции, в начале 19 столетия, а с 1860-х годов в Германии, а также чуть позднее в Англии. Первоначально это слово имело оттенок критики классового общества. Так, впервые капитализм встречается в 1842 году во французском словаре Ришара в качестве новой языковой конструкции. Луи Блан также считается одним из первых, кто использовал понятие капитализм в научном и пропагандистском плане. А в 1851 году Прудон осуждал крепость капитализма, и далее французские словари уже ссылались на Прудона и включали это слово, которое означало власть капитала или капиталистов. Изначально понятие капитализм использовалось как антоним по отношению к понятию социализм и подразумевало чисто негативный подтекст. Так Луи Блан в 1850 году так и писал, я называю капитализмом присвоение капитала одними при исключении других. Спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует...